Всем привет! У нас сегодня среда. Мы с Миланчиком начинаем новый влог. Мы в Макдональдсе, в городе Кан. Я здесь по делам, но и еще отдохну тоже. И не знаю, как у вас в городах, но у нас во Франции Макдональдс перешел уже не на самообслуживание, а почти как в ресторан. То есть вы берете номерок, делаете заказ и вам приносят за стол. Стоять, ждать уже не надо. А потом я еду подавать документы на сдачу экзамена по французскому языку. для получения французского гражданства. Покажу вам, где это находится. Баба, часики сосы начали жить, а в эти сосы начали жить в Макдональдсе. В Макдональдсе? Говорит, это желтый жилет Макдональдса. Нет, Миланчик, она просто заказы принимает. Все, записалась я на тест. Идем сюда, зайка. Выдали мне такую бумажку, где написано, где находится, где я буду сдавать тест. И потом название сайтов, на которых можно будет потренироваться. Но предварительно мне сказали, что вызов у меня будет на сентябрь. То есть у меня еще есть несколько месяцев, чтобы потренироваться. Я спросила, как бы такой, сложный экзамен или нет. Он устный только. Мама, сиди, а ты не, ты смотришь на сортисуток. А вот? Он только устный, вот когда вы сдаете на гражданство. А сейчас, кстати, новое введение с сентября 2018 года, когда вы получаете вид на жительство, то надо сдавать еще и письменный тест. Представьте. И я это проскочила, слава богу, потому что с письмом вы знаете, что у меня проблемки. А сейчас мы едем с Миланчиком. Куда мы едем? На табугуаны, да? Да. Я, кстати, не сказала, по-моему, что этот экзамен стоит 110 евро. Если вы не сдаете его с первого раза, то идете на повторный. Опять же, платите. А сейчас мы с Миланом пришли в такой комплекс для детей. Он закрыт. Миланчик здесь часто развлекается. Тут много всяких прыгалок, горок. Сейчас вот он будет спускаться. Ну ничего себе ты даешь. Мне повезло, Милан сразу нашел себе друга. А то, если мало детей, то он меня постоянно таскает, спускает из этого города. Кстати, туда забраться, спуститься. И так я не знаю сколько раз. Мы сейчас были с Миланчиком на рынке. Такое, знаете... Я извиняюсь за шум, у меня там муж на улице чистит ставни. Это такой рынок, где продают всякие там уже ненужные вещи, можно так сказать. И среди этого добра можно найти что-то интересное. Я люблю такие рынки. Муж мой не любит, поэтому мы ездили с Миланчиком. Сейчас покажу, в общем, что мы купили. Книжку Макуина, да, ты сейчас покажешь, ладно? Да. Смотрите, я купила себе вот такую... Хорошо. Которая состоит, как бы, из трех маленьких вазочек. Мне она очень понравилась. Бабушка такая приятная ее продавала. И она мне сказала, я ею ни разу не пользовалась этой вазой. Видите, даже там штрих-код. Штрих-код, то есть видно, что действительно абсолютно новая вещь. Купила я эту вазу за 3 евро. Стоила она 5, но бабушка говорит, вы там, у вас такой мальчик, приятно, я вам за 3 продам. Потом купила Миланчику ботиночки. Абсолютно новые. Вот видно даже под подошвей, ни разу не ношеные. И они стоили 3 евро тоже. Вот такие вот на осень. Они кожаные. Представьте, абсолютно новые ботинки за 3 евро. Так. Купила себе вот такую вот монетницу от марки L'Omchon. Кто знает эту марку, знает цены. Такая монетница приблизительно будет, стоит, ну, мне кажется, 70, может быть, 80 евро. Я ее купила. Вы сейчас ахнете. Я ее купила за 2 евро. Она абсолютно новая. Посмотрите. Вот написано L'Omchon France. Она кожаная. Здесь 2 отделения. Я довольная, как слон. Просто, ну, это... Это удача. Мы рано приехали, еле нашли место припарковаться. И я купила. Знаете, для маленькой сумочки, когда не хочется таскать большой кошелек. У меня большой кошелек от Майкла Корса. И я его просто обожаю. Но он действительно большой. Когда я беру маленькую сумочку через плечо, он у меня туда не влазит. И поэтому вот это будет просто замечательный вариант. Милану купила кепку. Мама, еще, ты знаешь, эта сказка мне вообще не нравится. Ну, интересная, да? Да, но не только я. Ну, хорошо. Смотрите, купила Милану кепку абсолютно новую. Написано «Серкф Дю Солей». Он любит красный цвет. Они там прям стопочками лежали. Люди подходили, брали. И стоит эта кепка 1 евро. Вот так. Купила еще себе, вернее, не купила, мне дали в придачу бесплатно два журнала по готовке. Можно вот все найти, все что угодно. Миланчик, иди покажи, пожалуйста, свои часы, сынок. А, еще вам не показала самую главную свою покупку. Милан, ну давай, иди покажи часы. Мы купили машинки и купили Миланчику вот такие часы. Правда? Нет. Сейчас, подожди, вот так, с паровозиками. Часы новые, то же самое. Отлично идут. Мы будем уже учиться, да, Миланчик? Чтобы ты мне говорил, сколько времени, мамочка, правда? Чтобы ты в школу ходил с часиками. Мама, подожди, подожди. Такой ремешок красивый, да? Можно мне кусочек сосиски? Сосиски? Да. Ну, хорошо, сейчас. Ты мне дай кусок сосиски вот такой. Хорошо, сейчас дам большой. Спасибо. Чуть не забыла вам показать вот последнюю свою покупку. Хрустальная такая, ну, как ваза или что это, я не знаю. Это настоящий хрусталь, тоже дедушка продавал, очень добрый. Я подошла, спросила, сколько. Ребят, ну вот не падайте, он мне сказал 5 евро. Вы знаете, зачем я ее купила? Я сюда насыплю орехи, потому что у нас много орехов, и они у меня до этого были просто вот так вот в таком пластиковом этом стаканчике. Это некрасиво. Сейчас я их сюда пересыплю, и будет супер просто. Я довольна. Такие у нас покупочки, да, Милан? Еще мы тебе купили что? Мы еще тебе купили книжку, правда? Книжку вот такую, McQueen. Стоила она, сколько-то там, 50 центов, наверное, и еще машинки купили. Смотрите, мы вчера были на пляже на море, да, Милан? А сегодня мы приехали, у нас еще есть озеро вот такое вот очень красивое, не очень большое, но и не маленькое, и там сделан пляж. Можно купаться. Есть домики плавучие, я вам уже показывала это озеро осенью, по-моему. Есть, видите, там катамараны, какие-то лодочки, байдарки. Кто-то вон даже что-то типа серфинга вон делает, занимается. И мы идем туда, да, Милан? Сегодня решили поменять нашу дислокацию. А потом нужно будет взять мои часы. А, да, кстати, да, часы, точно. Людей много, видите, купаются, отдыхают, загорают. Идем. Хорошо. Хорошо. А, хорошо. Собачки вон привязаны к деревьям. Мне нравится вообще это озеро. Оно такое чистенькое, да, Милан? Да. Мы зимой сюда приходим. Катамараны не работают. Ну, мы так, вокруг походить сможем часто сюда приходим тоже прогуляться. Очень много здесь людей бегает, спортом занимается. Мама. Да, сынок. Мама, у меня там много поменей. Ну, мы сейчас остановимся и вытряхнем. Все, смотри, мы уже пришли на пляж. Там есть горки, есть где купить мороженое, попить. Есть где обмыться после воды. То есть, нормально. Мы сейчас на пляже уже окунулись с Миланом. Сегодня жарко, вот реально очень жарко. Мне кажется, градусов 30 точно есть, да, Милан? И только что, представьте. Еще ты ей расскажи. Им рассказать? Да. Ну, давай ты расскажешь, что случилось сейчас только что. Сядь сюда, Миланчик, где ты был? Только что сегодня одна тетя, она упала на песок. В обморок, да, прямо перед нами. Представьте, девочка, ей всего 15 лет, я думала, ей лет 20. Она сказала, когда пришла в сознание, что ей 15 лет, пала прямо передо мной. Она была с парнем, ну, с, наверное, каким-то, я так не поняла, племянником, или кто это, какой-то родственник. Тоже совсем молоденький парнишка. И она была одета в черное платье, в какие-то бутсы, представьте, в такую жару. И парень тоже одет в толстовку черную, в джинсы, в кроссовки. То есть они нормальные, но просто, видно, не думали, что так будет жарко, или не думали, что приедут на пляж. Представьте, она упала прямо передо мной, я ее полила водой, водичкой, сразу прибежали люди, подняли ей ноги, чтобы кислород поступил к этому, к мозгу. Вот. И, в общем, спросили у нее, когда она тоже пришла в сознание, кушала ли она сегодня что-то, пила ли, сказала, нет, ничего не пила, ничего не ела, только утром. Дали ей банан, там какие-то печенюшки, вроде так, более-менее оклемалась она, посадили в тенек, и вызвали пожарных. Вы знаете, что во Франции можно вызывать не только скорую, но и пожарную, там, при оказании первой медицинской помощи, если вам требуется, да. И вот пожарные приехали прямо на пляж, да, Милан? Да. На их машине, то есть, за три и ноги. И сейчас либо на месте, там, я даже не знаю, будут в машине ее приводить чувства, либо заберут, наверное, куда-то в госпиталь. Так что вот так, народ отдыхает. Видите, как всегда, надо думать и учить детей. Вот так. Вот так.